Всем здорова! С вами самоостройщик Лёха и сегодня будет коротенький ролик немножко о себе. Будет интересно? Погнали! Расскажи немножко о себе. Меня зовут Алексей. Я родом, скажем так, родился я в Светловодске, вырос я в Самарской области. Родом из глухого-глухого древни. Там было в населении буквально 100 человек. У коров было больше, чем население. Там не было ни магазинов, ни церквей. То есть вырос я в детстве приученный к груду. То есть ухаживал скотиной, коровами, свиньями. То есть рос бабушкой, поэтому, то есть, как и нормальные ребята, мы с детства приучим к труду. Поэтому, то есть я уже был готов к таким, скажем так, к совершению. Кто ты по профессии и кем работаешь? Получается, 15 лет, когда я приехал в Москву, там была возможность, на кого устроить. Там были ЭВМщики, геатезисты, автомеханики, электрики. Ну, я пошел в электрик. 3 года отточился, получил профессию электрик. 2 года повысил квалификацию. Через 5 лет я закончил институт. Получил диплом в учебном образовании на энергетика. И по профессии не работал. Большая ли у тебя семья? Ну, семья, да, у меня получается. Семья у меня очень маленькая. У меня, получается, из моих родных остался только мама. И брат, мама, дядя. Бабушки нет, дедушки нету. А остальные родственники, получается, у бабушки есть сестра. Вот у нее там очень много родственников. Они все очень далеко. В последний раз я их видел, мне было лет 5 лет. Поэтому у них фамилия другая. Поэтому, в принципе, из моих близких сейчас это вот мама, дядя, жена, дочка. И получается, вся семья, как бы, жены тоже тема семье. А там еще просто человек. Так что, в принципе, у нас теперь пятеро. У нас пятеро плюс год. Почему вы решили построить дом, а не купить квартиру? Ну, смотрите. Я приехал в Москву. Это был, по-моему, 2008 год. Мы жили, получается, на съемной квартире. Пять лет я жил с мамкой на съемной квартире. Потом уже с супругой еще плюс. Это пять лет. То есть, за пять лет я сменил по Москве около, по-моему, это шестая квартира. Не помню. Так много было приездов. И, то есть, мы уже готовы были покупать квартиру. Все. То есть, все ипотеку. Давай влезем в тридцать лет. Внуки доплатят. То есть, ну, как обычный стандарт. Квартиру, двушку. В двушке там будем все в говне, все в суматохе. Вот, кто будет злоя. Просто за десять лет уже устал. То есть, может не согласиться со мной. Но в квартире есть только три новостройка. Это постоянно тараканы. Вот из пяти квартир в трех были тараканы. А шесть лет нет. Тысяча кошек и две тысячи собак. Затопление. Затопление были в четырех квартирах с петлей. Шум. Шум везде. Бывают те, кто любит ночью мебель подвигать. Бывают те, кто будет потусить. Бывают и то, и другое вообще комбо. А бывают соседи, которые делают что это новостройка, что старостройка, что дом уже забытый. Там постоянно будут ремонт. Не важно выходной, не выходной. И, естественно, битва за парковку. И обязательно плановые работы по смене отопления зимой в минус сорок. Это вот всегда. Меня это просто выбеживает. Зимой нету света, нету отопления, ты мерзнешь. Еще бы нету интернета. Просто вообще. Мне это вот за десять лет уже вот тут дошли будет свое жилье в таких же условиях. Поэтому то, как только нам. Почему планировка отличается от той, что была представлена в ранних роликах? Да, планировка отличается. Потому что я когда-то сделал фундамент, я всю зиму писал ребятам, которые дали, у них вопросы спрашивал. То есть, у них были грамотные ответы. Я спрашивал, а если я поставлю несущую стенку, не на квадрат, перекрестие в центре, если несущая стена не впадет на перекрестие, какие последствия, чем это чревато? Нету себя-то уже объяснили, что не совсем плита, один слой арматура это мало, можно было с ним два или лучше три слоя. То есть, может не выдержать, не рискуй, то есть, ставь прям вот по перекрестию. Поэтому план немножко изменил. Кто смотрел план, там немножко было все так, ну, прикольненько, но все-таки лучше немножко по-другому, но спать спокойно, что у тебя не провалится, поэтому план немножко изменился. Такой план сейчас, я когда сделаю перегородки, обязательно об этом покажу. То есть, не переживайте. Почему ты строишь сам, а не нанял рабочих или компанию? Скажем так, что тут дело не в цене, сэкономил, сэкономишь. Тут дело как бы, ну, согласитесь, что любого человека, за которым ты ставишь, любого, ну, и нужно смотреть, что он тебе тут накалякает, как он халтует, сэкономит, то это, в принципе, только ему известно. Ну, вот даже была компания, они ставили дом, у меня в СНТ, я, получается, смотрел там, дом, вы заблокали не делали. Ну, и там, как вот они, оконные перемычки, просто поставили уголки, намазали, уголки между собой никак не соединены. То есть, можно пойти в дому, зерны за уголок, а просто вырвать. Он просто вот положили вверх углов, то есть, между собой не сварили, ничего, то есть. Прошу, ну, бывают швы, шов можно было, то есть, увидеть насквозь улицу. То есть, такие вот мелочи, но они есть, поэтому, одежда для себя это одно, а ты вот снимаешь, даже на специалист, над ним нужно стоять. Ну, по крайней мое мнение, я так как работаю, все это будут, они уже остановятся. Единственное, только это некоторых работ не касается, это когда, допустим, делают, ну, отопление, правильно? Отопление включить, оно либо работает, либо оно не работает. Ну, или, допустим, он пол делает, вот, скажите, так, ночью качается, отойдет дырка там вот такая. Поэтому, не все работы, но больше всего нужно стоять. Сколько ты сэкономил, если бы ты нанял компанию? Ну, смотрите. Дом я поставил, как в предыдущем видео, я уже все расписал свой дом. Да, кстати, ребята, которые пишут мне гадости и говорят, что я построил очень дорого. Можно построить дешевле, да. То есть, отвечаем сейчас сразу наперед, просто трону. Даже если я построил бы землянку и просто ее накрыл бы из досок, ну, то есть, выкупал землянку, так, квадратную, из леса, прям, доски накрыл и опять землянку насыпал, землянку, через землянку, да? И поставил бы ту дверь, вот сразу бы написали гадости, что очень дорогая дверь. Поэтому на всех угодить нельзя, я, в принципе, не пытаюсь. У меня контент посвящен были. То есть, как все было, а не поучение, не принижение, не унижение, не внушение, просто как все было. Кому-то нравится, кому-то нравится. Вы же когда сказку читаете, то есть, чуть говно, вы же книгу не рвете, правильно? Сказка есть сказка. Были есть были, рассказ есть рассказ. Если вам нравится, когда вам втирают в уши, что вот, там, за 300 тысяч можно подкроить до 100 на 100 и в нем жить, это вот, ну, и штакетник, да, пожалуйста. Топить вы будете, я не знаю, что там, просто развалить с отоплением. Если вам нравится такой, ну, пожалуйста. Я, как бы, у обычных парней из народа, то есть, я не привык втирать то, ну, что не знаю. Я же никого не вычувствую, только просто рассказываю. Да, вы меня где-то поправляете, я сразу же на этом ролике то, что вы мне подсказали, я это говорю, чтобы тут я был не прав. Но я ничего не выдумываю, ничего, где-то, встретились я, Руси, если ты не делаешь то, как я, ты будешь в мире. Ну, здесь разные, на всех не угодишь, поэтому, если вам не нравится, ну, не смотрите, ну, зачем писать матом, ну, не я вас просто не беру. Так, вопрос был... Ах, да, смотрите, в предыдущем ролике я рассказал, дом был за миллион восемьдесят, ну, коробка. Округляем, миллион сто, ладно. Нанял бы рабочих, крыша, фундамент, коробка, крыша было бы миллион восемьсот, то есть, если бригаду, то я сэкономил семьсот тысяч. Если бы я нанял компанию, компания мне предложила, а я у двух спрашивал, одна предложила четыре сто, а вторая три восемьсот, то есть, три восемьсот парень и коробка будет твоя. Да, ну, естественно, гарантия код, а пока я буду клеить обои, гарантия уже кончится. То есть, если бы я встроил с компанией, то экономия составила бы два миллиона семьсот. А если бы я нанял компанию и еще бы эту работу взял к кредиту банка, то там экономия, то там, в принципе, если я взял бы эти четыре миллиона, чтобы мне компания поставила за три восемьсот и две тысячи на отделку, то банку потом бы не отдал на четыре миллиона, а где-то восемь-девять. То есть, экономия там уже идет на слом. А так, да, сейчас у меня, в принципе, кредит полмиллиона на три года, то есть, я его потихоньку тяну. Ну, дальше будет видно, то есть, пока последний кусок мяса еще не доедаем. Ну, да, то есть, ну, некомфортно, но, как многие там писали, денег не стройся. Ну, а так, до сих пор бы мы жил бы в этой квартире и платил бы за нее двадцать пять дяди ежемесячных. А так, сейчас вот как-то первый этаж отделаю, перееду, и уже будет какая-то экономия. Лучше идти двадцать пять в дом вкладывать. Давайте так. Да, кстати, вопрос задает жена. Если что, мало ли, скажешь, что там за девах, а за кадром ее не видно. Она просила не снимать, она накрасится потом. Лапские есть, допустим. За сколько по времени ты поставил дом? Ага, ну, да, частый вопрос, за сколько сделал. Ну, смотрите, я не буду считать, убрал участок, поставил фундамент, потому что, в принципе, я не спешил. То есть, я могу, тыс, только, сколько сделал коробку. Первый блок был положен первого мая, а последнее окно первого ноября. То есть, итого полгода, то есть, один ковырялся. К работе мы был по будням, то есть, я с восьми до пяти на работе, приезжаю, быстренько закидываю себя, и еще три часа до полу-двенадцатого, то есть, я был на участке, то есть, настроить. И все выходные. Но, опять же, все выходные не уйдет, и до семнадцать часов, да, в годах, то есть, работа человек может не больше двенадцати-тренадцати часов. Нужны перекуры, нужны чеки, нужен отдых, ходьба. То есть, в общем, заботы. Полгода, если округлить, то есть, я не считал слух, я стоял после дожди, в общем, в общем, просто обобщенно. То есть, выходные, я посчитал, 13 часов выходные, больше там нет смысла писать, хотя вот тут и 18, и три часа после работы, отпуска не было. Получилось, что за полгода, именно по часам, я отработал девятьсот восемьдесят четыре часа. Если поделить на второй образ, то есть, ну, на двенадцатый, 15 лет, в средний рабочий день, то в принципе, я дом поставил где-то за... я скажу... девятьсот восемьдесят четыре разделить на двенадцать часов, правильно? За восемьдесят два дня я поставил дом, если бы я один делал каждый день, то есть, без выходных. Ну, сейчас-то я опытный, сейчас, конечно, быстрее смею. Какое было самое яркое воспоминание или впечатление за время стройки дома? О, самое яркое было это... Вопрос такой, прям... Это она, когда поставил крышу. Когда поставил крышу уже, то есть, дракотового цвета. Она прям там сверкала, думал, прям, вот это было круто, прям. Там сразу стал выделяться, вот, то есть, видно было недалека. То есть, едешь, там, прорежешь по улице, видишь сразу, что мой дом, вот, 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 крыша там, там, и я. Какой самый неприятный момент был за время строительства? Самое неприятное было это делать армопояс второго этажа. Это два дня в ада. Это прям такие... Запомнились мне до сих пор, я помню. Это было нечто. Да, такого, конечно... Никому не посоветую, лучше уж там нанять людей. Пусть они вам там вдвоем, два дня, сами говорят. Это был трэш. Нужно было таскать, то есть, по этим темам. Это самая тяжелая работа была. Какие у тебя планы на ближайшее будущее? Ну, сейчас на будущее в этом году, это сделать отделку первого этажа и туда заехать. А так, в плане, в принципе, еще на канале вы увидите, как минимум, это будет отделка. То есть, кухни, зала, спальни, санузла, это будет электрика, разводка, полы, перегородки стен, камин, терраса, балкон будет. Будет беседка, будет парковка, гараж, будет мастерская, будет подвал, куготворство участка, фонтан. В общем, все к положу. Огорода не будет, точно. Огорода не будет, битум не будет. Ладно, ребят, всем хорошего дня. Меня еще раз нюхай. Пока-пока. Да. Субтитры сделал DimaTorzok